приветствуем продолжаем проходить сома игру сома и было она очень классная прошлой серии мы с вами были много чего делали очень много чего делать то не смотрел ссылочка описании на плейлист и там верхнем или правом углах там будет подсказочка на прошлую серию да и на плейлист принципе вот в целом полное прохождение да то есть данной игры там спирте можете посмотреть играл очень классно очень сильно завораживает и очень сильно про углубился мне почему-то без упорит поэтому не видел ваши пока что активно заранее спасибо огромное спасибо вот просто переместились кута платформу не платформу т.д. и т.д. короче какой-то другую типа тему переместились и как будто бы уже скоро финал как будто бы ну вот такой ощущение что все идет прямо так по такой цепочке линейный довольно не линейный наверно линейный не знаю ну конечно все идет так как как примерно и должно идти то есть попадаем вы такое помню перемещаемся потом опыт финал можете ошибаюсь но в любом случае сажечь подобным при этом чистых ложках на чипить к в петель и петель воды при одном просмотра а мы собственно продолжаем данное путешествие ну погнали чем здравствуйте будете доктора мастерс мы несем акинса что такое да как сказать день у него тяжелый боже мой как ему досталось до досколков не у его всего из капсала брэндон отключи переключатель на костюме надо кислород поберечь шутишь что ли да он на ладо дышит надо его перевести страски готовьте лазарет надо поторопиться стоп где комары би остальные это все кто есть они наверное еще на дельте я один не смогу или другой страны страт готовы или нет мы идем ладно до встречи понятно погнали чего-то что еще мигает включено меня все слышат говорите струм внимание всему персоналу проект ковчег вызвал в последние месяцы немало разногласий и я не стану делать вид будто понимаю что там нес саранг и с какой стати ему понадобилось убивать себя ради непрерывности послушайте бога ради черта ради до чего угодно ради не убивайте себе здесь и так дерьмово не надо заставлять друзей за вами кровь вытирать а вы покойтесь с миром хорошо отлично сэр что ж коллеги представление окончено за работу интересно чих это дорогу делал всю эту тему это все да спасибо кэтрин стоп я уже тут эй это кто марк нет мы не знакомы это ковчег думаю мы в безопасность а я так беспокоилась что что-то пошло не так как вас зовут робин бас наладчик со станции тета раз знакомства робин а откуда вы меня просканировали как и остальных а потом я себя убила по крайней мере это что-то не помню а как так получается вы попадаете в ковчег после смерти ого да вы явно не стета сейчас угадаю омикрон я сомневалась что кэтрин сможет вас просканировать вам повезло вот эти об этом много говорили смысл в том что когда вас активирует в ковчеге вас фактически становится двое так один человек и один компьютерный образ вы не хотите чтобы вас пережила ваша копия вы сами хотите выжить в ковчеге если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вскоре после него вы продолжите жить в ковчеге потрясающе да это кэтрин вам предложила убивать себя кэтрин чун нет вы не понимаете она просто сканировала нас помещала образы в ковчег надеюсь я скоро с ней познакомлюсь и смогу извиниться я всегда досталась от стра мэра когда кто-нибудь убивал себя думаю она не в обиде обсуждаем обсуждаем а где все я думал тут будет человек 40 50 я не знаю если увижу кого скажу вам рубин я не знаю как вам сказать что это здорово правда и я про ковчег да здорово кэтрин и ее команда молодцы они всех нас спасли увидимся хорошо я пойду если кого найдете скажите постой я не понимаю давай не будем трогать вот тут я не буду трогать зачем сейчас разбегусь нихуя тут не знаю но но я не знаю не знаю на Так долго эти двери открываются, так просто закрыли саку ездить. Эй, есть тут кто? Есть. Что ж, Катрин, мы нашли Тету. Может нам сюда и не нужно было, но я схожу сюда, пока есть такая возможность. Что ж, Катрин? У вас тут много разных машин и механизмов. А это чем такое особенность? Это единственный транспорт, который может погрузиться в бездну и не смяться в лепешку. Если он такой один, как вообще Ковчег оказался в бездне? Хороший вопрос. Видимо, они пошли сложным путем, пешком. Не думал, что и так можно. Кат, а каково находиться в Ковчеге? Это как кино, виртуальная реальность? Нет, конечно же, это как настоящая жизнь, только немножко лучше. Приятная температура, чистый воздух, хорошая погода. И что, все в Ковчеге ходят, притворяясь, что они в реальном мире? А делать виды не надо, там полное погружение. И он сама поддерживается? Да, если прикрепить к зонду солнечными панелями, то можно выживать тысячи лет. Потрясающе. Подумать только, всей Земле конец, а мы тут теперь идем, чтобы спасти остатки человечества. Это... это... Подвиг? Как минимум, достойное дело. Вот и он. Да, Бет. А, черт. Так и знал, что-то будет не так. Что такое? Он... На карантине? Минуту. Нам нужен код доступа. Все плохо? Ну, как сказать, на бумажках мы их не пишем. Может, тут кто-нибудь есть, и он нам скажет? Да, будем надеяться. Я открою вам другие двери, чтобы вы могли осмотреть станцию. Надо найти кого-нибудь, кто знает код. Только так мы сможем запустить данный. Так, ну... Так, ну... Ебать не пугай, так, ебать. Ааа... 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 Что там, что там, хуйня, блядь. Ну, погнали, что означало, что? А где остальные люди? Здесь такой беспорядок. Все. Ухм... Что там? Твои спислица какая-то. Если вы вызываете, лучше всего напить. Бля, зачем было страшно. она говорит как злодей да но это хуйня мне вообще не нравится по максимально нравится ну как страшно на хуй ну робот конечно погнали как мы выглянем окей если это не вариант по куда бы вы пошли ну лямбду мы уже видели так что пожалуй микрон ты блять игра я думала мы никого не найти может быть все помогли с ковчегом 0 здесь прятаться нужно будет да спрятаться нужно будет скорей час от робот ебучего пожалуйста пусть 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 и не такой а который нас лагает для все будет просто робот нахуй было бы неплохо да иди в пизду блять игра я рот твоего я не хочу играть уже страшно стало о здесь я понимаю бля тут будут нашки я думаю тут два варианта сейчас чисто будут такие знаешь звуки резки до пугающие нас кошки скримера либо здесь мы опять от от робота прятаться нам с тобой я думаю скажи все будет первое да такие звуки ебать того рода просто я может не надо были дядя не надо были солнце что-то ноут с гоном дожди нихуя тут блять болгарка лежит блял туда я я просто не хочу такие длинные коридоры блять в ужастиках это пиздец вот о моя комната принести что-нибудь на память Согни. Нет, просто воспоминания. У вас Мишка сломался. Тоби всегда ломается. Голова перевешивает, а он падает. Очень сомневаюсь, что вы найдете здесь что-то полезное. А что-то же ей что-то скрывать? У вас много игрушек. Бонешься. Обыскивать мою комнату не обязательно. Пойдемте. Опа! Да, я смогу спасить человека. Я смогу построить капсулу искусственную реальность, в которой поместятся все жители подсунула. Я не понимаю до конца, как работает в ВИВАРИЕ, но я могу скопировать технику сканирования с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены, значит, подходящими электромагнитными барабанами. Все, кто-то спроще, чем я думал. Ведь такие кресла пилотов созданы с учетом дификации, дифракции. Не могут выдержать поток энергии, а не по ним для захвата сканов. Подозреваю, они уже давно использовали их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, НИУ тайком просканировал людей, поработавших на грезах пилотов, и взял их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. После того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление, они отнеслись к ним очень положительно. Мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно было просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу. А потом мы запустим их в космос с космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжится в изучении вот так. Марк Сара, саранку бился, осуждаем. После сканирования он говорил, что так следует поступить всем, осуждаем. Что это таким-то образом поможет нам попасть в ковчег по-настоящему. Но не уверен, что это сработало. Пошли пересуды, теперь все почему-то винят меня. Стромайер, мне недовольно. Надеюсь, все удрясется. Ричард дал мне набор и шаблонов, которые я никогда не видел раньше. Попробовав... Не скрипи, блядь. И шаблон, который я никогда не видел раньше. Попробовав... Попробовала я установить один из них, чтобы у капсульных Кэтрин и ее банды устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулетности. Заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела... Там Рита получилось плохо. Попробую с Ритт заново. Ритт плохо сочетается с остальными. Она слишком реальная. Нормально, блядь. Он говорит, не обязательно. Что за маленький проектор? Будто самодельник. Это моя попытка построить вивари. Нечто вроде протоковчега. Он говорит, не обязательно, блядь. Мне кажется, она, блядь, это, блядь. Как злодей, короче. Она говорит все как злодей, короче. А что за мусор? По виду из океана что-то выловили? А? А, вы об этом. Да, это часть вивария, проект Ритт. Это долгая история, не будем. Что-то скрывай, что-то скрывай. Мне кажется, она антагинист. Главный антагинист. Хуй его знает. Ну и у наху, блядь, какие-то звуки странные тут. Вы знали, что в человечестве? Да, послушаем. Вы знали, что в человеческом теле до 75 триллионов отдельных клеток. Обычно они не остаются с нами до самой смерти. Поживут от нескольких дней до нескольких лет. Их жизнь кратка, но на нас это не влияет. В нас умирающие клетки сменяются новыми. Вряд ли кто-то скажет, что это лишает нас личности. А ведь мы находимся в процессе постоянного изменения. Это кого-то кто-то был, да? Кого-то кто-то был. Непрерывный поток мыслей и восприятия сохраняет единую цель нашего восприятия. Наш разум не слепок мозга, а продолжительная непрерывная сущность, основанная на этом слепке. Населяя Ковчег, доктор Чун фиксирует момент нашего существования и помещает его в цифровой мир. Скоро вы и ваши цифровые копии будете существовать раздельно из-за того, что ваши пути разойдутся. Но на крошечный промежуток времени вы станете одинаковы. Если сохранить непрерывность, новая жизнь станет полноценной, ничуть не менее реальной, чем та, из которой она создана. Помните, вы – это не ваше тело. Вы – независимое сущность. Просто так случилось, что эта сущность находится в двух местах сразу. Если вы устраните свое тело, то останетесь в единственном верхнем для себя воплощении – в мире внутри Ковчега. Пусть ваше тело умрет, а вы будете жить в цифровом раю среди звезд. Слышал какие звуки, да? Короче, понятно, мальчик. Понятно. Здесь ничего интересного, да? Почитаем. Человек. Павлина, природой ионетически. Кто мы знаем, что значит быть человеком? Наши тело окружающая среда. Настоящие ли это мы или всего лишь наша тюрьма? Трудно получить ответы на эти вопросы, не ударяясь в цинизм. Скептиков или мистицизм, романтик. В этой книге Павлина Мартина, профессор философия Карлова, университета в Праге, представляет вам историю великих мыслителей и их рассуждений о человеческой античности. Что это? 216. 216. Ну, видишь, вокруг обведено 216. 216. 서울 автобач, тему нашли. Д anch'ю. ПАТО 65. ПАТО用. взаимодействие странно че он лап я щас после этого не хочу найти вообще щас секретно 4 pack аж пасворд, пасворд 4 четверки 4 4 4 4 либо 216 поехали это что я слышал что двигается вот это мне вообще не нравится а вот не нравится мне эта хуйня но все равно я пойду поставлю с орангой и неправильность и неправильность да что осуждаем 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 просто просто пиздец вот 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 все ну что представляла дверь чего закрылась ебать капашечка нам туда на понятно иначе что сейчас будет и и и и и и и и и Какого чёрта вы творите? Знаю, выглядит не очень, но с этим мне гораздо лучше. Помогает сосредоточиться. Это вы к Нилу подключаетесь? Мне нужно, понятно? Без этого я бы далеко не прошёл. Просто пошли. Я понял, не нужно. Блять, ебать, я испугался. Вот это ботинка нахуй. Там какая-то хуйня была, я видел, вон там вот. Вон там вот, я видел, какая-то хуйня была. Пошли, блять, пошли, блять. А, ну это сюда прячутся, окей, я понял. Мы оттуда пришли, да? Блять, пиздец, нахуй нервно. Очень нервно. Надеюсь, мы были. Ну, вот, сго вон туда. А, ну, вот. Здесь я себя сканировала. И остальных, наверное, тоже. Вы не помните? Ну, искан был, Гир. Надо было проверить сканер, прежде чем раздавать обещания. Ну-ка, нахуй. Блять, все громко, прям. Страски, ответьте. Нужна помощь в лаборатории. Комната сканирования. Что случилось? Конрад убил себя после сканирования. Господи, как? Маузером. Что мне делать? Я должен сказать Стромейру. Не надо, пожалуйста. Я почти закончила. Стромейр закроет проект. Я не виновата, что люди убивают себя. Кэтрин, что вы предлагаете? Вы же не будете тайком выносить из лаборатории тело в 120 кило? Ну да. Кэтрин, вы в порядке? Совсем нет. Находите. Сука. Да, понятно. Что? Проверьте терминал. Хочу убедиться. Женский, Япония. Дэвид Муншин. Как это? Что это? Что это? Чего, блядь? Это тот чел, который у нас... Да? Тот чел, который у нас... Гэтрин, что это? Откуда у вас мэйфайен? Вы один из шаблонов доктора Мунши. Устаревший образ. Мы все подготовили. Все законно. Поручились доктор Пик и профессор Вай. Отличный голос. Лекарства практически те же. Будете принимать эспирин по утрам и в общем все. Болл разработал диету, там разные варианты. Советую попробовать. Можете продолжать физиотерапию и довольно кардио раз в два дня. Хорошо, Аня, все так просто. Не волнуйтесь, тут нет сложностей. Мы будем вас осматривать раз в неделю и если что сможем изменить план. Ну, вот и все. Ох, я смогу. Это хорошо. Проект еще в разработке, так что... Так, странно, столько дней. А что теперь? С неделю мы с Полом будем тестировать. После займемся программой лечения. Ну, мало рассчиталось. Что мне должно быть, когда я вернусь в наш живот? Модель была надежная. Должна была сработать. Вы не виноваты, Дэвид. Как бы я хотел, чтобы все вышло иначе. Да, я тоже. Я хотел спасти вас. Ну, зато вы мой мозг не записали. Может, пригодится вам еще. Да, кто знает. А вы не против, если я в своей работе использую? Конечно. Это же можно сказать, что из меня сохранится. Как донорский орган. Знаете, что хуже всего смерть? Что? Авария. Все, что было потом, травма мозга, вы. Все вот это. Я даже жить насыщенностью. Начал думать о том, о чем раньше было недостаток. Я никогда еще так не целил жизнь. Да. Опрасно, конечно. Охуеть. Охуеть, блядь. Что за устаревший образ? Старый шаблон для созданий. Любой уважающий себя инженер их уже не использует. Но они хороши для обучения. Они часть набора для разработки. Значит, образ моего мозга стал шаблоном для искусственного интеллекта. Гордитесь. Вот и вся тайна. Ни магии, ни путешествия во времени. Я все время был здесь, ждал, когда кто-нибудь загрузит образ моего мозга в костюм и нажмет кнопку питания. Это пиздец. Что нахуй? Добро пожаловать ко мне. Когда я начала проект в Ковчег, я тут практически живу. Уйдет. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...